Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, к экономическому календарю. Сегодня, в отличие от прошлых двух торговых сессий, нам реально есть на что обратить внимание. Сегодня долгожданное заседание Банка Канады. Мы очень давно шортим пару доллар-канадец, но до целей, которые были некогда вызывающими, сейчас уже довольно скромны, поскольку пара доллар-канадец за последние недели прошла путь почти в полтысячи пунктов. В общем, сегодняшний новостной фон и то решение, которое будет принято, реакция на него трейдеров может поспособствовать тому, чтобы канадский доллар стал еще более интересным, еще более дорогим валютным активом против доллара. На данный момент пара доллар-канадец котируется на отметке 1.2389. Когда мы только обратили внимание на потенциал снижения этого дуэта активов, я думаю, что можно будет метить в район 1.22-1.21. Сейчас эти цели остаются актуальны, и поскольку сегодня я все-таки реалист, я понимаю, что ставку ни в коем случае сейчас не скорректируют, ну, по крайней мере, не Банк Канады. Однако программа количественного смягчения – это тоже очень важное решение, и ее сокращение, в принципе, мы смело можем называть и характеризовать как очень важный и весомый шаг, который делается в сторону ужесточения монетарной политики. Во всех книжках экономической теории сказано, что ужесточение политики – это прежде всего тот фон, который приводит к укреплению курса национальной валюты. В данном случае я полагаю, что исключения не будет. И если риторика канадского регулятора сегодня будет соответствующий, если мы получим решение по сокращению программы количественного смягчения, если на фоне всех прогнозов, которые будут пересмотрены по инфляции, по темпам экономического роста, мы увидим между строк, что Банк Канады готов к решению о росте процентов ставок на последующих заседаниях. Это все должно привести к укреплению канадского доллара. Напоминаю, что решение мы ждем по факту заседания сегодня в 17.00 по московскому времени. Волатильность будет точно в этот период времени, но еще спустя час, когда состоится пресс-конференция руководства Банка Канады, тоже ожидаю дополнительной поддержки для нашей торговой идеи и, соответственно, движения к обозначенным целям. Не забывайте, друзья, то, что мы ранее шортили пару доллар-канадец не только потому, что такой динамики располагал новостной фонд из Канады. Мы покупали канадца, потому что росла нефть и бренд WTI сегодня сохраняют этот обычный настрой и при неизменности новостного фона, который, на мой взгляд, точно не изменится до конца этого года, нефть, которая благоприятно сказывается на показателях торгового баланса канадской экономики, будет еще одним стимулом, почему канадец продолжит укрепляться. Также хочу отметить, что пара доллар-канадец за последнее время прошла действительно большой, значительный путь. Если вы находились в этой сделке с того момента, когда мы начали продавать, вы должны уже подумать о том, чтобы защитить свою нереализованную прибыль. То есть не нужно, опять же, оставлять все на самотек по факту мощного фундаментального события. Пожалуйста, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Это важно, потому что в конечном счете только вы несете ответственность за те торговые решения, которые принимаете. Далее по экономическому календарю, на что обратим внимание. Это данные по запасам в 17.30 по московскому времени, фактически между итогами заседания Банка Канады и пресс-конференции. Если вспомнить, как нефть реагировала на запасы на прошлой неделе, когда запасы снизились и бензина, и дистиллятов, и нефти в целом, это оказало мощную поддержку бренду и WTI, поскольку общие запасы снизились до минимальных уровней за десятилетия, друзья. И, как вы помните, ранее отмечал, что на таких минимальных отметках запасы были тогда, когда котировки котировались, находились на отметке в 100 долларов за баррель. Если запасы сегодня также будут со знаком минус, я в этом почти не сомневаюсь, и бензин, и нефти, то у бренда и WTI будет еще один фактор роста. Поэтому текущие цены 85-19, на мой взгляд, еще не предел, и мы легко можем увидеть нефти выше. Негативным фактором, потенциальным негативным фактором, пожалуй, может стать возобновление переговоров между ЕС и Ираном по Международному ядерному соглашению. Это переговоры, которые должны пройти на этой неделе, дата пока неизвестна, друзья. И почему негативный фактор? Потому что, если все-таки удастся прийти к общему знаменателю, это знаменует возвращение к ядерной сделке и последующее снятие с Тегерана, с Ирана, санкции, которые действуют со стороны США. То есть, другими словами, санкции будут сняты с иранских экспортеров, и те смогут вернуться на глобальный рынок углеводородов и потенциально залить мировую экономику дополнительно еще двумя миллионами баррелей в сутки. Как быстро им удастся наверстать прежние объемы отгрузки? Это тоже информация, которая проверяется. Разные источники, разные данные дают. Кто-то считает, что полугода, кто-то год. Я думаю, что месяца три, не больше. Учитывая, что свободные производственные мощности, они фактически просто накрыты чехлами и готовы в любой момент нагрузиться по полной, потому что очень важно для Ирана получать дополнительную прибыль от нефтегазового сектора. Если договорятся, вот тогда и посмотрим, как это отразится на котировках нефти. А пока это только лишь риск, который может или не может реализоваться. Мне не нравится торговать работой с таким новостным фоном. Я предпочитаю руководствоваться фактами. По другим активам. Индекс доллара 93.85. Несмотря на рост потенциал снижения все еще есть. Сити рекомендует Шартити. Индекс доллара с целями 92 и ниже. Золото локально скорректировалось до отметки 1790. В целом мы находимся в диапазоне проторговки, который уже наблюдается не первую неделю. И ждем последующий отскок к 1800 и выше. Фунт против доллара лонг. В приоритете цель 1.40 не меняется. Заседание Банка Англии на следующей неделе. Доллар канадец уже разобрали. Ждем сегодня фигуру потенциально легко в рамках развития нисходящей динамики. Американский фондовый рынок и очередное обновление исторических максимумов. Почему? Потому что сезон квартальных отчетов радует. Каждая отчетность, мощный релиз, мощный компания, триггер для роста. И в целом на основании почти 140 компаний, которые уже отчитались, или даже 150, можно сказать, что смягчились опасения инвесторов, что высокие цены на нефть, которые разгоняли инфляцию, а также проблемы с занятостью в американской экономике, должны были омрачить перспективу американского бизнеса и сказаться на прибылих. Мы видим то, что в целом-то прибыли-то растут. И это помогает инвесторам дальше верить в то, что ралли продолжится. Друзья, можно рисковать, но имейте в виду, если начнется коррекция, она будет значительной. Если риск для вас приемлемая тема, то давайте ставить на 4,700, как и ранее. Биткоин 61,300. Ждем восходящего движения. Количество биткоинов сейчас на биржах минимальное с 2017 года. Это говорит о том, что те, кто владеет биткоинами, вывели их на кошельки, заморозили, поскольку ждут еще большего роста цен. И второй момент. Чем меньше биткоинов становится на бирже, тем меньше их количество доступно для новых инвесторов. Пожалуйста, классика жанра спроса и предложения, который должен толкать курс главной криптовалюты выше. И австралиец, как мы ожидали, пробой 0,75 состоялся. Сейчас котировки 0,7524. И я думаю, что можно ждать на отметке 0,77 данную валютную пару. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok